Следующее произведение написано композитором Борисом Филановским, и он очень просил рассказать вам вообще про всю концепцию, потому что мы сыграем только маленькую частичку, на самом деле, от его глобальной идеи. И я зачитаю, на самом деле, его послание. «В основе всей музыкальной, и не только жизни, лежит повторение и различие. Мы различаем эстетические течения, фигуры композиторов, отдельные опусы. Различие связано с закрепленной в повторе идентичностью, а она, в свою очередь, с завершенностью. Лишь законченное высказывание принимается во внимание. От автора неявно требуется обозначать и охранять границы стиля и эстетики. С этим связана сама фигура автора. В нашем распоряжении ограниченное время в любом масштабе, в любой ситуации. С ограниченностью, завершенностью связаны и другие эстетические аксиомы, которые для нас сами собой разумеются. Выбор, сравнение, соразмерность, синтаксис. Я хочу вскрыть эту аксиоматику при помощи растущих сочинений. Их несколько для разных камерных составов. Я хочу писать так, как если бы мог делать это вечно. Каждая следующая версия — итерация. Результат нелинейного, из множества точек, расширения предыдущей. Любая итерация — это отдельная вещь и может исполняться отдельно. Ни одна из них не является более законченной, чем любая другая. Итерация имеет форму, но само растущее сочинение формы не имеет и не является work in progress. Фактически это попытка новой практики, практика кварта, которая поставит под сомнение понятие опуса, корпуса текстов, и вместо них введет подобие динамической базы данных. Мы сыграем две итерации. Это мировая премьера для тенора, саксофона и фортепиано. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА